Завершился этап регистрации кандидатов на выборы 11 сентября. В единый день голосования избирателям предстоит определить составы представительных органов местного самоуправления 15 муниципальных образований региона, в том числе и Твери. Сколько всего человек будут претендовать на депутатские мандаты и как будут проходить выборы, расскажет Наталья Федорова. Всего для участия в 21 избирательной кампании, проводимой на территории Тверской области, зарегистрировано 672 кандидата. Из них 119 в порядке самого движения и 553 от 8 политических партий. У избирателя будет из кого выбирать. То есть в данной ситуации говорить о том, что конкурентность, альтернативность данной избирательной кампании, она присутствует в полной мере. Валентина Дронова еще раз отметила, что все выборы проводятся по мажоритарной избирательной системе в течение одного дня, 11 сентября 2022 года. Но также будет предусмотрено досрочное голосование. Для тех, кто не сможет по уважительной причине попасть на избирательный участок именно 11 сентября, будет организовано досрочное голосование в помещениях территориальных избирательных комиссий с 31 августа по 6 сентября и с 7 сентября по 10 сентября, включительно в помещениях участковых избирательных комиссий. На пресс-конференции присутствовал и Александр Бутузов. Председатель общественной палаты Тверской области сообщил, что первая задача общественных наблюдателей – это выявление, фиксация и профилактика возможных нарушений на выборах. А вторая – борьба с фейковой активностью. Существуют определенные группы людей, силы. Это не обязательно политически ангажированные группы, которые запускают эти фейки, причем дают им очень большое распространение. Есть определенные технологии. По этим технологиям нас тоже готовили в Москве. Эта задача вторая, но тем не менее мы тоже не должны на это не обращать внимания. На встрече с журналистами также отметили, что избирательной комиссией обеспечены необходимы компьютерной и офисной техникой со специальным программным обеспечением для изготовления протоколов с QR-кодом. И будут применяться 90 комплексов обработки избирательных бюллетеней. Также 11 сентября при необходимости волонтеры окажут помощь маломобильным избирателям. А уже совсем скоро, 13 августа, начнется этап проведения предвыборной агитации в СМИ, в ходе которой зарегистрированные кандидаты расскажут избирателям о себе и представят свои программы.